, и мы начали рассмотрение второго вида и из них рассмотрели то что касается понятия и действительно сделка или поклонение и действительно сделка или поклонение разобрали те вопросы которые касаются этих двух понятий и с сегодняшнего дня приступаем к разбору остальных понятий второго вида и если получится и времени хватит будем продолжать далее Говорит, следующее понятие, которое рассматривается среди вторых или среди второго постановления Ахкама Аль-Вадайя, называется как? Называется Аннуфуз. Аннуфуз говорит в арабском языке Аль-Муджауаза. То есть это пересечение, переход от одного в другое. И основа этого говорится, то есть когда стрела пролетает через мишень, пробивает мишень насквозь, доходит до мишени и пробивает его насквозь. От этого происходит слово койнуфуз. То есть когда говорят, то есть как бы пробила мишень и прошло дальше. Понятно, что значит муджауаза, что такое нуфуз? Нуфуз, то есть как бы выполнение, исполнение. Нуфуз, выполнение и исполнение. Это в арабском языке. Переход, пересечение. А в терминологии Аль-Тасарруф. Это такое взаимоотношение. Такое взаимоотношение, в котором действующее лицо мута'аты. Мута'аты это тот, который совершает это взаимоотношение. То есть одна из сторон, вторая сторона и тому подобное. Так, говорит Аль-Нуфуз в терминологии. Это такое взаимоотношение, когда стороны, выполняющие данное взаимоотношение, ла ягдир аля раф'и, не способны поднять это взаимоотношение. То есть не способны от себя его удалить. Оно становится обязательным для них. Уа киля кассахих. А некоторые сказали, нуфуз, то есть нафиз, подобно понятию сахих. И можете у себя подписать, что понятие нафиз большинством ученых усолюль-фех, а также ученых по феху, используется относительно чего? Относительно муамалят, а не относительно рибадат. То есть относительно муамалят, относительно взаимоотношения людей, как никах, талаб или торговля, сделка и тому подобное, используется слово нафиз. Нафиз, то есть как бы выполненный, имеющий свои плоды, состоявшийся. Это то, что, или как можно перевести слово нафиз. А что касается поклонений, то для обозначения этого же термина, или этого же понятия, точнее, ученые по усолюль-фех, а также по феху, чаще всего используют что? Используют слово мучзи. Говорят не нафиз, а говорят мучзи. Или джаиз. Слово алижза. Мучзи, то есть состоявшийся, годный. Это иншаллах также усвоили. Значит, относительно муамалят, чаще всего, если хотят указать на то, что данное взаимоотношение является полноценным, состоявшимся, то есть несущим за собой свои плоды, то относительно этого взаимоотношения говорят нафиз. Говорят никахун нафиз. Талакун нафиз. Чаще всего встречается также относительно слова талак. Такое выражение, может быть, слышали в книгах по феху. Талакун нафиз. То есть этот талак, состоявшийся, имеющий силу, действительный, активный. Что касается поклонений, то говорят мучзи. Мучзи тоже как бы действительный, годный. Действительный, состоявшийся. Это иншаллах усвоили. Видишь, говорит уа килля кассахих. А некоторые сказали, что нафиз это то же самое, что сахих. А метод тоже имеет свою сторону правдивости. Почему? Потому что смысл примерно одинаковый. Будь то нафиз или будь то сахих, смысл и результаты одинаковые. Так, то есть поклонение или взаимоотношение полноценное, состоявшееся, и действительное, которое несет за собой плоды. Этим же самым можно обозначить словом сахих. Так или нет? Или это же самое можно обозначить словом сахих. Можно сказать нафиз. Значит, усвоили, что такое нафиз, что такое мучзи. Далее говорит воль ада. Теперь приступает к следующему понятию автор нашей книги. Разбирать, что такое аль ада. То есть выполнение поклонения. Или выполнение взаимоотношения. Здесь приведет автор книги сразу три понятия. То есть до конца второго постановления уадуиа приведет еще три понятия. А это аль ада, аль иаада и аль каба. То есть ада – своевременное выполнение. Аль иаада – выполнение поклонения заново. Аль каба – это возмещение поклонения не в его время. Словом аль ада, Софиуддин аль-Ханбали приступает к разъяснению вот этих трех понятий. А это что за три понятия? Это такие понятия, которые связаны с такими уаджибатами, с такими обязательными действиями шариати, которые связаны с промежутком времени. То есть если мы возьмем, например, намаз. Из этих поклонений или нет? Да, мы говорим из этих, потому что у намаза есть его определенный промежуток времени. Или, допустим, у раза. У разы есть свой определенный промежуток времени и тому подобное. То есть те поклонения, у которых есть определенный промежуток времени, относительно них используются вот эти три термина. Ада, потом и ада и каба. В отличие, например, от заката. У заката нет какого-то определенного промежутка времени. Поэтому про него терминологию ученых Уссу-Ли-Фех не говорят Ада или Каба или Иада. Хотя в шариате используется слово Ада относительно таких видов поклонений также. Допустим, говорят Уада Уззака, выплачивание заката. По словам Ада, выдавание, выплачивание, относят его также к какому понятию? К закату, несмотря на то, что он не связан с какими-то временными понятиями, с какими-то временными рамками. Это усвоили или нет? А почему вот это понятие Ада и Иада и Каба, своевременное выполнение, а также возвращение, то есть заново выполнение, а также Каба, возмещение? Почему оно здесь у нас рассматривается среди Ахкам-Аль-Уад-Ия, среди постановлений Уада, а не среди постановлений Таклифа? Почему? Потому что вот эти три понятия Ада и Иада и Каба, они возвращаются к чему? К Сабабу, понятию Сабаб, причина. Почему? Потому что время или временной промежуток поклонения является причиной для его Ада, для его выполнения. Потом говорят о выход времени. Выход этого временного промежутка поклонения является Сабабом для чего? Причиной уже для Каба, для его возмещения. Так? А Сабаб является чем? Постановлением из постановлений Уад-Ия. Поэтому Ада и Ада и Каба также рассматриваются здесь, во время или чего, при разборе Ахкам-Аль-Уад-Ия. Говорит, воль Ада фи Алюшей фи Вахтихи. Ада это что такое? То есть, можно на русский перевести как выполнение. Это выполнение какого-то деяния в его время. Выполнение какого-то деяния в его время. Здесь подпишите пару полезных моментов. Что значит выполнение деяния в его промежуток времени? Не означает, что обязательно выполнение всего деяния полностью. Но даже если ты выполнишь достаточную часть этого деяния в его время, это тоже называется Ада. Как мы приводили на примере намаза. Помните? То есть, если ты успеешь совершить один ракат намаза до выхода его времени, ты считаешься совершившим намаз в форме Ада, в форме выполнения его вовремя, его своевременного выполнения. Это не будет Каба. То есть, смотри, ты один ракат прочитал в свое время, затем три раката уже во время следующего намаза. Но вот эти три раката, про них не говорится, что ты сделал их Каба, то есть их возмещение. Но они вместе с первым ракатом берут постановление какого? Ада, своевременного выполнения. Вот так можно подписать. Это более правильно. Аль-Ада это не просто выполнение, а какое? Своевременное выполнение. Это, иншаллах, усвоили. Это первое. Второе, что необходимо здесь отметить, то, что если бы автор книги сказал «Аль-Ада фи-лю-шей ау-волян фи-октихи» это выполнение, действие в первый раз в его время, это было бы более правильно. Почему? Для того, чтобы исключить Аль-И'ада. Для того, чтобы исключить повторное совершение поклонения. То есть, допустим, человек совершил намаз в одиночестве, потом пришел в мечеть и увидел, что джемаат до сих пор продолжается. Так? И совершил этот же намаз в джемаате повторно. То есть, получается, что он сделал намаз своевременно или нет, то есть в его промежуток времени или нет, в его промежуток времени. Тогда чем отличается Ада от И'ада, своевременное выполнение Ада, от повторного выполнения И'ада? Ничем не отличается. Поэтому для того, чтобы провести отличие, необходимо добавить вот это слово. То, что Ада это первое выполнение или первое своевременное выполнение поклонения. Первое своевременное выполнение деяния или поклонения. Это называется как? Называется Аль-Ада. И последний момент, который необходимо написать относительно этого понятия. А может ли быть такое поклонение, относительно которого бывает только Ада и не бывает относительно него Каба? Кто скажет? То есть, допустим, смотри, возьмем намаз. Если человек проспал намаз и потом совершает его после его времени, говорят Каба, говорят возмещает. Или, допустим, Ураза. Не держал Уразу в месяц Рамабан по уважительной причине. Болел или был в пути или тому подобное. Затем возмещает эту Уразу в следующие месяцы. Его возмещение называется как? Не называется Ада. Потому что это не своевременное выполнение, но называется как? Каба. А может быть такое поклонение, у которого есть только Ада и вообще Каба нет? Хач может быть, если человек совершил деяние Хаджа и сделал его недолжным образом, затем возместил его на следующий год. Поэтому здесь такой пример не годится. У тебя есть уважительная причина для невыполнения поклонения вовремя, своевременно. И при этом, даже несмотря на то, что у тебя есть уважительная причина, ты его не возмещаешь позже. Пример этому намаз джума. Пьячечный намаз. Если ты опоздал на намаз джума с джамаатом, то ты не выполняешь его отдельно, как намаз джума. Так или нет? Ну, выполняешь уже какой намаз? Намаз джума. Это ясно или нет? То есть здесь уже, хоть у тебя и уважительная причина есть, но Каба намаза джума не делается. Намаз джума выполняется, если ты на него опоздал, выполняется в форме намаза джума. Это то, что необходимо было написать относительно этого понятия. Аль-Ада фи'лю шей аууалан фи ухтии. Теперь дальше. Говорит Аль-И'ада. А что такое Аль-И'ада? Фи'лю хусанин. Говорит, это выполнение поклонения повторно. И'ада, то есть повторное выполнение поклонения. Смотри. Из-за какого-то недостатка при первом выполнении или без недостатка. Из-за наличия какого-то недостатка при выполнении этого деяния в первый раз или без недостатка при выполнении этого поклонения в первый раз. То есть недостаток может присутствовать в первом выполнении, а может не присутствовать. Как, например, пришло в хадисе пророка, салаллаху, вернись, соверши намаз заново, потому что ты его не совершил. То есть, видишь, является чем? И ада является повторным выполнением этого вида поклонения. И можете у себя записать пример на то, когда человек выполняет поклонение повторно, так что при первом выполнении он по идее не допустил никаких недостатков. Как мы привели пример. Если человек, например, совершил намаз в одиночестве и затем увидел, что есть джамаа, этот же самый намаз совершается в коллективе. В этом случае он перечитывает этот намаз в коллективе, при том, что в первом случае не допустил какого-то недостатка при выполнении этого намаза. Пришло или нет. То есть, как пришло в одном из хадисов, что два человека совершили намаз в коллективе, утренний намаз. И пророк, салаллаху али саляму, сидели в стороне. Пророк, салаллаху али саляму, повернулся к ним и сказал. Так или, что запретило вам совершить намаз с нами. Они сказали. Так мы совершили этот намаз в нашем доме. То есть, дому мы уже совершили намаз в фаджер, пришли сюда, совершив намаз. Он сказал, пророк сказал, так больше не поступайте, если вы совершили намаз дома отдельно, а затем пришли и увидели, что джема еще есть, продолжается, и вы на него не опоздали, то совершите этот намаз заново вместе с джемаатом. Видишь, намаз совершается с джемаатом вместе с тем, что ты его совершил в первый раз, возможным образом, без допущения каких-то недостатков. И здесь необходимо отметить то, что совершение намаза с джемаатом, то есть повторно, уже не является с намерением обязательного намаза, но как нафиг, совершает человек с намерением добровольного намаза. И речь идет о том, что он совершает одно и то же поклонение в одном и том же образе. Два раза. Это иншаллах поняли. Говорит и третье понятие аль-каба. Аль-каба, то есть возмещение. Говорит фиалью баадах уроди вактии. Что такое аль-каба? Это когда человек совершает действие поклонения или чего-либо из этого баадах уроди вактии. То есть после выхода времени этого поклонения. Вакиля, а некоторые из ученых сказали, илля сом аль-хаид баадарамадан. То, что сом аль-хаид баадарамадан, возмещение урозы женщины, у которой хает, после месяца рамадан. То есть она не держала в месяц рамадан урозу определенное количество дней из-за ментурального периода. Затем она что делает? Возмещает эти дни в другие месяцы. Не в месяц рамадан. Так вот, некоторые ученые сказали, что ее возмещение этой урозы в другие месяцы не называется каба. Не называется возмещением. Она называется как? Ада. То есть называется своевременным выполнением поклонения. Почему? Потому что у нее была уважительная причина, то есть женщина не могла держать урозу физически, поэтому что сделала, отложила ее на после месяца Рамадан. Говорит у Алисы Абишей, и это мнение не является ничем серьезным, то есть это мнение является неправильным. И действительно, в данном случае большинство ученых противоречит этому мнению и говорит, что если женщина упустила в месяц Рамадан несколько дней из-за менструального периода, то ее совершение этой же урозы в другие месяцы называется Каба, не называется Ада, не называется своевременным выполнением, но называется Аль-Каба возмещением. И это пришло явно в хадисе Аиши Раби Аллаху, которая сказала, «Конна нахид уану мару би Каба и сом». Бывало так, что у нас приходила менструация, и нам было приказано возмещать эту урозу. Было приказано возмещать эту урозу. Этот вопрос, иншаллах, ясен. Вот эти понятия ясны или нет? Что такое Ада, что такое Ада и что такое Каба? А также, что такое нафиз? Что такое нафиз и мучзи тоже, иншаллах, разобрали. Говорит далее. Теперь Ас-Салис. Теперь третье. То есть, третье постановление из постановлений Аль-Вад-Ийер. И здесь можете у себя записать то, что Ас-Салис, вот это третий вид постановлений, рассматривается по какому и Атибару, то есть по какому, с какой точки зрения. Би Атибар люзум аль-Хукам, у Адам люзумихи. Говорит с точки зрения обязательности поклонения или его необязательности. Люзум не означает, что это уаджеб или не уаджеб. Обязательность в том смысле, что ты обязан совершить данное деяние и никуда от этого деться не можешь. То есть, если ты, например, заключил договор сделки, передал книгу покупателю, а он передал тебе деньги. Говорят, это сделка лязим, то есть вынужденная, совершенная, обязательная. В том смысле, что ты не можешь от нее отказаться и вторая сторона тоже от нее отказаться не может. Это называется как Абдун лязим. То есть, вот этот вот третий вид Ахкам Аль-Вад-Ия, постановление Аль-Вад-Ия, будет рассматриваться, то есть рассматривать некоторые понятия и некоторые термины с этой стороны. Когда постановление или когда поклонение является каким? Лязим. Так что человек не может от него отказаться. Не может от него отказаться. Но оно стало лязим, то есть как бы постоянным, как бы прилипшим к нему. Вот это, иншаллах, понятно и ясно. Далее говорит Ас-Салис Аль-Мун-Акит. Разберем понятие среди третьих постановлений. Называется как, или среди третьего постановления Аль-Мун-Акит. Аль-Мун-Акит, то есть как бы что? Состоявшийся. Можно перевести так. Состоявшийся. Уаслуву Аль-Альтифав. И основа его возвращается к слову Аль-Альтифав. Аль-Тифав, то есть переводится как обход или охват или окружение. Когда человек совершает какое-то деяние, которое является Мун-Акит. То есть действительным, состоявшимся. Оно как бы окружает его. Он не может из него выйти. Поэтому говорят в арабском языке Ин-Акад-Аль-Хабл. Ай-Ил-Таф-Фабал-Бу-Бибал. Когда говорят Ин-Акад-Аль-Хабл, как бы скрутилась веревка. То есть одни части ее закрутились в другие ее части. Так что стали обязательными, неразрывными. Это понятно или нет? Это в арабском языке. Что такое Мун-Акит? От слова обхват или обход или окружение. Теперь истилахан. Что такое в терминологии? Когда говорят, допустим, Аль-Ибада, Мун-Ак-Ида. Или говорят Аль-Акд, Аль-Мун-Акад и так далее. Говорит Ин-Ма-Ир-Тибад Бейна-Каулейн Махсусаин. Истилахан в терминологии Мун-Акит. Это либо наличие какой-то связи между двумя какими-то конкретными фразами. Как Иджаб и Кабуль. Что такое Иджаб и Кабуль? То есть Иджаб и Кабуль обычно применяются во взаимоотношениях. Допустим, в вопросах Никаха или в вопросах торговли. Иджаб это когда продавец предлагает товар. А Кабуль это когда покупатель соглашается на это предложение. Я продал тебе за 100, я купил у тебя за 100. Это что Иджаб и Кабуль. Так вот, когда человек произносит какой-то Иджаб и вторая сторона произносит соответственно Кабуль, то между этими двумя словами есть определенный Ир-Тибад. Есть определенный вид связи. Этот вид связи, его результатом или вытекает из него что? То, что данная сделка является какой? Мун-Акад, то есть заключенный. Как бы окруженный все, то есть круг замкнулся. Так что люди не могут отказаться от нее в дальнейшем. Это усвоили или нет? Так, говорит Ау-Ал-Люзум или же Ал-Люзум. То есть смотри, автор книги, автор книги Софиудина Аль-Ханбали, понятие Ум-Акад дает два определения. Говорит, это либо связь между двумя какими-то конкретными фразами, за которыми следуют определенные следы или определенные последствия. Как например фраза Иджаб и Кабуль во время никаха или во время торговой сделки. То есть смотри, что такое Ум-Акад? Как мы сказали, когда тебя что-то окружает и ты не можешь из него выйти. Допустим, никаха, отец или вали, опекун невесты говорит, я отдал тебе свою дочь, такую-то, такую-то. Так, ты говоришь, я принял твою дочь, такую-то, такую-то. Произошел Иджаб и Кабуль, правильно или нет? Предложение и принятие. Так, что за этим последовало? За этим последовал ин-Акад. Иль-Акад, то есть ты как бы обхватил себя, окружил себя определенной обязанностью. Так, что ты из него выйти не можешь. То есть такой договор, который оказался заключенным, то есть круг, что сделался, сомкнулся. Ты из него выйти просто так теперь не можешь. Если ты хочешь выйти из этого договора, необходимо сделать определенные шаги, которые будут сделаны в определенное время, в определенном состоянии и тому подобное, за которые следует множество постановлений. Не просто так. Так, то есть один говорит, я отдал, другой говорит, я принял, потом после этого говорит, я отказываюсь, я не согласен, я не хочу. То есть ты не можешь прийти через два дня к отцу и сказать, не-не, я не хочу твою дочку брать. Все, ты уже ее взял. То есть акт бракосочетания уже оказался заключенным. Понятно или нет? То есть ты не можешь его разорвать, просто прийти к папе и сказать, папа, извини, я твою дочь обратно тебе возвращаю, так не хочу. Понятно или нет? Такого не пойдет. Но разрыв такого договора производится определенными путями. Либо разводом, либо фасхом, либо чем, либо хал'ам, хул'ам и тому подобными видами разрыва бракосочетаний. И так далее. Это все разбирается уже в чем, точнее, вопросов фитха. Павел говорит, ау, аль-люзум. Или же по-другому, что аль-люзум. Можно сказать, что это ифтибат, или можно сказать аль-люзум. Люзум тоже как бы приверженность, то есть прилипание к тебе. Тогда, когда ты не можешь выйти из этого замкнутого круга. Видишь? То есть, когда человек становится этот акт, то есть этот договор для него лязем, обязательно становится. Так что он не может просто так отказаться от этого договора. Но должен доводить его до конца и должен совершать его. То же самое, допустим, относительно намаза. То есть, если ты сделал такбир от улихарам, такбир, первый такбир на обязательный намаз, ты сделал. Все, ты из этого намаза просто так не можешь выйти. Если ты хочешь выйти из этого намаза, должны быть определенные действия. Ты обязан довести этот намаз до конца. Кроме как, по определенным уважительным причинам. То есть, просто так у тебя никакой уважительной причины нет, ты не можешь из этого намаза выйти. Понятно или нет? Так же, как ты не можешь выйти из договора ни каха, просто так, без уважительных причин. Просто от того, что ты не хочешь или ты отказываешься. Это то, что называется аль-люзум. Или ты, допустим, дал обет. Ты дал обет на то, что, например, на то, что ты сделаешь то-то. Произношением этого обета ты обязал себя сомкнутым кругом вокруг тебя, ты из него просто так выйти не можешь. Это усвоил или нет? То есть ты должен довести этот обет до конца. А иначе, если ты выйдешь просто так, ты берешь за это грех. Это также, иншалла, усвоили. Видишь? Ау-ль-люзум, ка-ин-а-кадис-сала, как, например, ин-а-кадус-сала, то есть когда намаз сомкнулся вокруг тебя. То есть посредством чего это происходит? То есть посредством того, что ты произнес, такбират али-харам. Ты уже не можешь выйти из этого намаза, кроме как по уважительной причине. А также обет становится вокруг тебя как бы сомкнутым кругом. Беддухоль. Посредством того, что ты входишь в него, входишь в этот обет. То есть если ты дал обет, ты становишься кем? Своишься обязанным довести этот обет до конца и выполнить его. Уасл-ль-люзум и основа слова льюзум, то есть в арабском языке, ас-субуд. Ас-субуд утверждение, постоянство. То есть что-то утвердилось относительно тебя, что-то стало относительно тебя на постоянной основе, так что ты от этого отказаться не можешь. Понятно или нет? Значит, мун-а-кад. Что такое мун-а-кад? Что это за понятие у ученых у соли-ль-фих? То есть либо иртибат, определенная связь, которая есть между двумя какими-то фразами, утвержденными в шариате, как иджаб или хабуль, которые возникающие после этих слов. Либо то, что понимается как люзум. Приверженность этого договора или этого поклонения относительно тебя. Это, иншаллах, поняли. Также, говорит, используется в похожем понятии. Понятие какое говорит? Аль-Лазим. Смотри, далее приведет автор книги два понятия. Лазим и Джаис. Это два противоположных понятия. Говорит Аль-Лазим. Что такое Аль-Лазим? Смотри, это, брат, все терминология. Для чего мы ее изучаем? Подобно тому, как мы изучаем терминологию хадисоведения, говорим, этот хадис хороший, этот хадис слабый, этот хадис выдуманный. И начинаем разбирать, что значит выдуманный, что значит хороший, что значит муабан, что значит мусальсаль, что значит такой, что значит другой. Так или нет? То же самое в науке у соли-ль-фих есть определенные понятия. И все эти понятия ты встречаешь в книгах по фитку. Допустим, относительно китабу-льбу-ю, который мы сейчас изучаем, это придет во множестве. Часто будет приходить в дальнейших главах, или будет говорить, как понять лазим, как понять джаис. После того, как мы сегодняшний урок пройдем, это станет для тебя, иншаллах, понятно и не будет представлять сложности. Смотри, говорит, следующее понятие лазим. Что такое лазим? Это когда одна из двух сторон не может аннулировать договор сама по себе. Би муфрадиги, то есть сама по себе без разрешения второй стороны. Но если ты хочешь разорвать этот договор, ты должен получить разрешение второй стороны. То есть, допустим, смотри, иджара. Например, сдача в аренду. Если два человека, один арендодатель, второй арендодатель. Арендодатель это кто такой? Тот, который сдает какой-то объект в аренду. Арендатор это тот, который, наоборот, принимает этот объект и пользуется им в течение определенного срока. Вот смотри, теперь давай рассмотрим этот вид сделки. Аренда. Этот вид сделки, про него обладатели говорят, обладатели знаний говорят, что он является ахдун лазим. Сделка лазим, обязательно, как бы приверженная к тебе. В каком смысле? Что значит ахдун лазим? То есть, ни одна из двух сторон не может разорвать эту сделку и вернуть ее последствия, кроме как с разрешения второй стороны. То есть, если двое договорились. Один сказал, я сдаю тебе эту квартиру на месяц по такой-то цене. Второй принял это, забрал ключи и они разошлись. Все. Но теперь второй не может прийти и отказаться. В том смысле, что он может отказаться с разрешения первого. Сказать, брат, извини, я передумаю и тому подобное. Так, давай я возвращу тебе ключи, а ты возврати мне деньги. Это то, что называется как икаля. Здесь первая сторона, то есть арендодатель, не обязан соглашаться на это. Не обязан принимать у него ключ и отдавать ему деньги. Но может отказать ему в этом. Но желательно ему, что сделать? Согласиться и пойти на просьбу кого? Арендатора. Понятно или нет? Но не обязан. Вот это ясно, что значит? Ах, дун лязем, то есть сделка какая? Лязем, обязательная. То есть я просто, потому что мне так хочется, не могу отказаться и вернуть ключ, забрать деньги. Тот имеет право отказать мне в этом. То же самое, кто арендодатор. Не может прийти ко мне и сказать, обратно отдай мне ключи, возьми свои деньги, я отказался, сам хочу в этой квартире пожить. Мы говорим, нет, ты договорился со мной на месяц, я свой месяц проживу, потом я отдам тебе ключ. Так, то есть я имею право отказать ему в его просьбе. Ясно? Так, это называется как? Ах, дун лязем. Что такое лязем? Видишь? Ма ям таниу ала ахадил мутааакидейн. Это когда невозможно одной из двух сторон, фасхугу, разорвать, аннулировать сделку в емуфродье. Сам по себе, то есть лишь по своему желанию, лишь по своему намерению. Но должен как минимум попросить разрешение у кого? У второй стороны. И при этом вторая сторона не обязана соглашаться на это условие. Так, но может оставить договор в своей форме. То есть бывает же такое, человек допустим нашел квартиру, снял, 10 дней прожил, потом нашел квартиру лучше. Так, теперь в этом случае мы говорим, хозяин квартиры, который сдал в аренду эту квартиру, обязан ему за те 20 дней, которые тот не прожил, деньги вернуть? Говорим, нет, не обязан. Он может оставить эти деньги у себя, так, за счет того, что они договорились на месяц. Понятно? То есть сделка вошла в свои права и вступила в силу. Это то, что называется сделка обязательна. То же самое Б, то же самое торговля. Если ты продал кому-то что-то, так и вы разошлись на этом, без шартунхияр, без условия того, что я возьму несколько дней на раздумье и тому подобное, никто таких условий не ставил, купил, продал и люди разошлись. То есть после этого ты не можешь прийти и отказаться издать, просто без дефекта, без всего, товар принести и издать ты не можешь. Так, кроме как, если на это согласится вторая сторона. Так, ну заставить его на это согласие ты не способен. Это усвоили или нет? Что такое Абдун-Лазим? Теперь смотри, говорит Вольджаис и второе, то есть противоположное понятие Абдун-Лазиму, то что называется Альджаис. Джаис, то есть необязательный вид сделки. То есть МАЛАЯМТАНЯ. Говорит то, относительно чего нет такого, что одна сторона не может разорвать договор. Но наоборот, она может что сделать? Разорвать. Это усвоили или нет? Как, например, УИКАЛЯ говорят. УИКАЛЯ это что такое? Договор поручительства. Я поручаю тебе сделать за меня определенное дело. Совершить какую-то сделку, что-то продать, что-то купить и тому подобное. Эта сделка является какой? Является сделкой Джаис. То есть в том смысле, что тому, кому поручили, он может отказаться от этой ответственности. Сказать, я больше не желаю этим заниматься, я отказываюсь. То же самое, тот, который поручил. Может отозвать свою просьбу или отозвать свое поручение от того, кому он это поручил. Но здесь ставится одно условие, чтобы при этом не был нанесен вред одной из сторон. Как это понять? То есть, допустим, если человек задал какое-то задание первому, и тот делает это задание, если он откажется, посередине выполнения этого задания придет вред второму. Если такое, то он не может отказаться. Но если вреда никакого не приносится, то обе стороны могут отказаться от этого договора. То есть даже если на это не согласна вторая сторона. Без испрашивания разрешения у второй стороны. Вот это усвоили или нет? Это называется как Ахдун Джаис. То есть сделка или договор Джаис, который не принуждает ни одну из сторон таким принуждением, от которого он не может отказаться. А первая сделка Ахдун Лазим принуждает каждую из сторон к тому, что он не может отказаться лишь по своему желанию от выполнения этого договора. Это также, иншаллах, записали. И вот здесь полезный момент, необходимо написать то, что иногда бывает такое, иногда бывает такое, что какой-то договор или сделка в шариате бывает лязим у Ахдун Джаис. То есть для одной стороны она лязим, а для другой стороны она какая? Она Джаис. Например, пример этому можно привести какой? Аррахн. Допустим, залог. Я продал тебе что-либо. Ты забрал товар, денег мне не отдал. Я боюсь, что ты не расплатишься со мной. И говорю тебе, оставь мне что-либо в залог. И ты оставляешь мне в залог, допустим, компьютер. Свой компьютер. Так, этот договор называется каким? Ахдун Рахн. То есть договор или сделка о... Договор, точнее, о залоге. Теперь вопрос. Вот этот вот договор, он является лязим или является Джаис? То есть лязим в том смысле, что ни одна из двух сторон не может ее разорвать? Или Джаис в том смысле, что любая из двух сторон может разорвать? Говорим, нет, залог не из этой серии и не из этой серии. Но она лязим для одной стороны, Джаис для другой стороны. В том смысле, что лязим для того, кто отдал залог. То есть он не может прийти и забрать свой залог обратно. Нет, я передумал, отдай мне компьютер. Может так сделать или нет? Нет, такого сделать не может. В том смысле, что он отдал этот залог по требованию. А та первая сторона, которая наоборот залог приняла, может она отказаться или нет? Может пойти к тому, кто дал залог и скажет, что я не нуждаюсь в твоем компьютере, забери себе, я тебе доверяю. Понятно или нет? Видишь, с одной стороны, одна сторона может отказаться от выполнения, а вторая сторона не может. Это называется Ахдун Лязим Минджига и Джаэс Минджига. С одной стороны обязательный договор, а с другой стороны необязательный договор. То же самое, допустим, говорят Ахдуль Джу'Аля. Что такое Ахдуль Джу'Аля? Слово Джа'Аля я Джа'лю. Когда один дает какое-то вознаграждение за что-либо. Допустим, говорит, кто приведет ко мне моего верблюда или найдет мне моего верблюда, я дам ему такую-то сумму. Так, это договор обязательный со стороны кого? Со стороны того, кто требует, кто просит. То есть, если ему приведут верблюда, он не может сказать, извини, брат, я передумал. Можешь обратно этого верблюда отвезти туда, где ты его нашел. Он мне больше не нужен. Нет, здесь не пойдет, потому что человек провел работу, принес тебе, нашел тебе твое верблюда, привел его тебе. То есть, так как ты сам вынес это требование, эту просьбу и обещал за выполнение этой просьбы определенную сумму денег или определенного вознаграждения, ты обязан это выполнить. Для тебя эта сделка является какой? Лязем. Но для того, кто согласился на эту сделку, она является какой? На этот договор. Она является джаэс. Может выполнить, может не выполнить. Может привести, может не привести. В том смысле, что может отправиться искать, а может не отправиться искать и отказаться. Сказать, нет, я отказываюсь, я не буду выполнять эту твою просьбу. Вот это усвоили или нет? Это называется как Агдуль-Джу'Аля. Джу'Аля. Слово Яджа. Джа'Аля Яджа'лю. Когда человек как бы устанавливает определенное вознаграждение за выполнение определенной просьбы. Значит, это то, что касается понятий лязем и джаэс. Далее, теперь говорит Вал-Хасан Вал-Кабих. И последнее, что разбирается в этой главе. Аль-Хасан Вал-Кабих. Что является благим, а что является дурным. Аль-Хасан, когда ученые по усолю-фикх или по фикху применяют понятие Аль-Хасан, имеет в виду МАЛИ ФААЛИГИ АНЬЯФАЛАГУ. Это то, что может выполнить действующее лицо. То есть, действующее лицо и разрешено ему выполнение этого. Не запрещено. Потому что оно является благом. То есть, его благость установлена либо разумом, либо шариатом. А Акабих МАЛИ ИСАЛА. Это то, что человек выполнить не может. То есть, сделать этого или делать это не должен. Значит, Хасан и Кабих что-то благое и что-то дурное. Благое это то, что человек может сделать. А Акабих это то, что он делать не должен. И можете у себя подписать, что Хасан и Кабих не имеют прямого отношения к понятию усолю-фикх или к науке усолю-фикх. Но больше является чем? Больше является вопросом каламия. То есть, вопросом философии. Отсюда же вытекает вопрос, который мы уже разбирали ранее. Помните? Аль-Тахсин, аль-Тахбих, аль-Акли. Может ли разум человека определить, что является благом, а что является дурным. Все это, в принципе, является вступлением в вопросах философии или логики. Так что они были введены в науку усолю-фикх. Поэтому от нее особой важности нет. Главное, чтобы мы поняли, что подразумевается под понятием Хасан и Кабих. Пошли дальше. И давайте теперь разберем так же, так как время у нас есть. Разберем последнее, четвертое постановление Уад-Айя. Называется как? Аль-Раби, аль-Азима, аль-Рухса. Что-то обязательное и что-то позволительное. Что-то обязательное и что-то позволительное. Рухса это разрешение или послабление по-другому. Азима это твердость, обязательность, решимость. Аль-Азима это что-то твердое, решительное, обязательное. А Аль-Рухса это разрешенность, легкость, послабление. Так переводится на русский язык. Говорит у Аслу-Азима, аль-Казд, аль-Муаккад. Основа понятия Аль-Азима, аль-Казд, аль-Муаккад. То есть утвержденное намерение человека. Когда он делает что-то с твердым намерением, утвержденным намерением. Это в арабском языке. Твердость, решимость, как мы сказали. А Рухса в арабском языке, это Сугуля, легкость. Что-то легкое, ослабленное, не тяжелое. Это в арабском языке. Так это нас волнует не столь сильно. Можете у себя здесь подписать то, что четвертый вид, Ахкам аль-Вад-Ия, рассматривается со стороны, соответствует это доводу или противоречит это доводу. То есть Азима это то, что соответствует доводу. Рухса это то, что противоречит доводу шариата. То есть ты в основе должен держать у разу. Но из-за какой-то ситуации, которая сложилась, ты из-за обязательности переходишь на разрешенность. Становишься не обязанным держать у разу. Видишь, четвертый вид постановления Азима рассматривает термины и понятия, которые касаются понятия соответствует доводу или противоречит доводу. Помните, первое мы говорили, сабаб, аилля, причина, шарт, условия, мания, запретитель, фактор. С какой стороны? То, посредством чего выявляется постановление. Относительно третьего, мы что говорили? Относительно того, вынуждено, прилипло к тебе это постановление или не прилипло тебе, так, сомкнулся вокруг тебя круг или не сомкнулся, можешь ли ты от него отказаться просто так или не можешь, с этой стороны рассматривает различные понятия. А вот это четвертое, Азима и Рухса, рассматривает понятия со стороны, противоречит это доводу или соответствует это шариатскому доводу. Здесь говорит, а в терминологии ученых, Аль-Азима. Что такое Аль-Азима? Смотри. Аль-Хукму саббит – это установленное постановление шариата, мин гайри мухалэфат далил аш-шар'и, без противоречия шариатскому доводу. То есть, шариатское постановление, которое выполняется человеком так, что при этом он не противоречит другому какому-то шариатскому постановлению. Ни в чем шариату не противоречит. И можете у себя подписать, что это большинство постановлений шариата. То есть, подавляющее большинство постановлений шариата относится к разделу какому? Аль-Азима. То есть, когда человек выполняет что-то из шариатских постановлений, при этом не противоречит другим шариатским доводам. Это подавляющее большинство шариатских постановлений. Говорит уар-рухса. Арухса это что такое? Ибаха. Давайте приведем сначала пример на Азима. Допустим, примеров на это огромное множество. Человек совершает намаз Зугар, 4 ракаата в свое время. Это выполненные действия на основании какого? Азима. Или совершает в разу в месяц Рамадан. От Фаджера до Мадриба. Это тоже действие выполненное на основании Азима. То есть большинство шариатских постановлений. Называется понятием Азима. Сейчас поймем, что такое рухса и станет понятно, что такое Азима. То есть вещи понимаются на их противоположностях. Говорит уар-рухса. А что такое рухса? Говорит. Ибаха туль махзур. Это позволение или послабление относительно чего-то запретного. Маа киям сабабель хазар. Вместе с тем, что причина запретности продолжает оставаться. Причина запретности продолжает оставаться. Так, во-первых, прежде чем примеры привести, здесь подпишите у себя, что лучше, если бы Софийгин Аль-Ханбали сказал Вар-рухса ибаха туль махзур шар'ан. Ибаха туль махзур шар'ан маа киям сабабель хазар. То есть шариатское разрешение на совершение чего-то дурного, вместе с тем, что причина этой дурности остается. Почему? Потому что при рухсе ты пользуешься шариатским разрешением, шариатским послаблением тебе. А не просто тем, что тебе взврело в голову или тебе захотелось. Потому что иначе, например, ты обязан совершать намаз зухар. Представь, что без всякой причины ты вместо четырех ракаатов зухара совершил только два ракаата. Это будет рухса или нет? Это не называется рухса. Но называется как? Называется маасы. Это называется грех. Ослушание. Или тибауль хава. Следование за твоим желанием, за твоей страстью. Но если это разрешение пришло к тебе из шариата или установлено шариатом, тогда оно будет к чем? Называться уже рухса. То есть послаблением или шариатским разрешением. Это то, что нужно было добавить здесь к этим словам имама Софиуддина Аль-Ханбали. И можете здесь подписать другое определение, более легкое определение понятия рухса, которое необходимо будет выучить наизусть. Это аль-хукмус-саббит. Это аль-хукмус-саббит. Это установленное постановление. Аля хилафи-далил ль-узр. Аля хилафи-далил ль-узр. Это установленное постановление, которое противоречит доводу ль-узр. Из-за уважительной причины. Рухса. Это аль-хукмус-саббит. Это установленное постановление. Аля хилафи-далил. Так что человек выполняет действия, противоречивые или противоречащие доводу ль-узр. Но из-за уважительной причины. Потому что у него есть уважительная причина. Давайте разберем или приведем некоторые примеры. Говорит автор книги. Рухса это когда тебе разрешается совершить что-то дурное, вместе с тем, что причина этого дурного продолжает оставаться. Пример этого поедание мертвичины, когда человек голоден и умирает с голода. Может он поесть мертвичину или нет? Может поесть мертвичину. Смотри, приведем или наложим наш этот пример на наше это определение. Если человек, умирая с голоду, поел мертвичину, что он сделал? Он пользуется Рухсой. То есть его постановление, что это разрешено ему. Пришло ему послабление от шариата. Что он сделал? То есть ему стало разрешенным это дурное дело. То есть оно в основе дурное дело или нет? Есть мертвичину или есть свинину. Или выпить спиртное, если человек умирает от жажды. В основе своей выпить спиртное или съесть мертвичину или съесть свинину это дело дурное. Ма киям сабаби л хазар. Вместе с тем, что причина дурности остается Как это понять? То есть мерцвичина почему запрещена? В чем ее дурность? То, что это начаться Так, свинина почему запрещена? Потому что это ричь То есть кто-то говорит, что это начаться Кто-то говорит, что это запрещено Всевышним Аллахом Спиртное почему запрещено? Потому что в нем есть обвиняющий фактор Так, вот эти все факторы ушли или они продолжают оставаться? Продолжают оставаться Обвиняющий фактор продолжает оставаться Мерцвичина продолжает оставаться, начаться и тому подобное Но несмотря на то, что этот фактор дури или дурного продолжает оставаться, человеку разрешено это употреблять. Из-за чего? Потому что у него есть уважительная причина. Вот это усвоили или нет. И данное явление будет как называться? Будет называться рухса. Позволение от шариата. Разрешение от шариата или послабление от шариата. Теперь подпишите здесь важный момент. Если причина дурности не остается и отсутствует, тогда это уже не называется рухса. Это уже не называется в шариате рухса. Какой пример? Смотри, внимательно сюда посмотрим. Пример приведем, поймем его, потом подпишем. Смотри, если мы говорим человек подарил что-то второму человеку. Совершил подарок. Имеет ли он право вернуться в своем подарке? То есть может ли он забрать свой подарок обратно? Почему? Потому что это является чем? Как бы договором или сделкой? Теперь к вам вопрос просто посторонний. Эта сделка является лязем или является джаэс? Кто скажет? Сделка какого? Сделка подарка. Она лязем или джаэс? В том смысле, что человек не может. Может ее разорвать просто так? Или не может ее разорвать просто так без разрешения? Для одного лязем, для другого джаэс. Тому, кто подарил, эта сделка как бы на его шее лязем. Он не может от нее отказаться. Не может прийти и забрать свой подарок обратно. Нам. А второй? А второй для него это джаэс. Он получил подарок, может отдать его обратно. Правильно или нет? Нам. Поэтому для одного это лязем, для другого джаэс. Это просто как тренировка на то, что прошли раньше. Вот теперь с другой стороны смотри. Теперь, почему шариат запретил человеку возвращаться относительно его подарка? Потому что это переход границ относительно имущества другого человека, постороннего человека. Потому что посредством того, что ты подарил ему определенный предмет, владение относительно этого предмета перешло ко второму человеку. Так или нет? Теперь он владелец этого предмета, а уже не ты. Ты не можешь просто так прийти и теперь забрать этот подарок. Потому что это уже не твое. Если ты его заберешь, ты переступишь границу относительно его владения, его предмета. Это усвоили или нет? Твоим. Теперь смотри, а если шариат разрешит этому человеку по каким-то причинам, из-за уважительной причины, забрать обратно этот подарок? Вместе с тем, что дурной фактор присутствует. Это человеческий предмет, его владение. Данное постановление будет называться как Русса. Правильно или нет? Теперь смотри, а если дурной фактор отсутствует? Например, в каком примере? Отец подарил что-то сыну. Отец подарил что-то сыну. Может он вернуться относительно своего подарка или нет? В этом случае шариат что делает? Разрешает отцу вернуться относительно подарка, который он подарил сыну. Говорят, почему? Здесь шариат что делает? Шариат разрешает вернуться человеку относительно подарка, который он дал своему сыну. Почему? Потому что здесь не происходит переход границ относительно чужого имущества. Потому что все, чем владеет сын, имеет на это право отец. Это усвоили или нет? Нам. Видишь, дурной фактор присутствует или он уже здесь отсутствует? Дурной фактор здесь уже отсутствует, то есть не происходит переход границ относительно чужого имущества. Поэтому то, что человек забирает свое имущество у своего сына, это уже не является рухса, но является чем азима. То есть не из понятия, что ему это позволяется или делается ему послабление, так что в основе это запрещено. Нет, мы говорим, что это в основе не является запретным для него. Поэтому раз это в основе не является запретным, совершение данного деяния не относится к категории рухса, позволение послабления разрешенности. Это усвоили или нет? Здесь разрешенность не в смысле мубах. Здесь в смысле рухса разрешенность в том смысле, что было запретно, но Аллах разрешил от себя как фабл, как милость от него. Так позволил, сделал послабление, несмотря на то, что дурной фактор есть. А вот в нашем примере дурного фактора нет, поэтому это уже не называется рухса у ученых фиха или у ученых усулин фих. Это усвоили или нет? Какая разница? Или что значит слова автора книги? Вместе с тем, что причина дурности продолжает оставаться. Далее говорит. А некоторые из ученых сказали, что у Рухса другое определение. Сказали, это то, что установлено. То есть установлено кем опять-таки? Шариатом. То есть пославление. Это то, что установлено шариатом в противоречии шариатскому же доводу. Из-за того, что присутствует перевешивающее противодействие. Как это понять? Перевешивающее противодействие. То есть человеку запрещено употреблять мертвичину. Так как это начисто. Но в определенной ситуации для него употребление этой мертвичины становится разрешенным. В противоречии шариатскому запрету. Почему? Потому что у него есть перевешивающий противодействующий фактор. Какой это противодействующий фактор? То, что если он не поедет эту мертвичину, он умрет с голоду. И эта причина является настолько сильной, что она перевешивает запрет шариата. И запрет не остается на своем месте и переходит на что? На послабление. Вот это усвоили или нет? Отсюда берется, что если противодействующий фактор не является перевешивающим, а является каким? Является наоборот слабым или является равным запрету шариата. Тогда Рухса вступает в силу или нет? Рухса в силу не вступает. То есть человек перед ним мертвичина. Он не умирает с голода. Не вынужден ее кушать. Но просто хочет покушать. У него есть хаджи, есть нужда. Но Дарура вынужденности нет. Здесь противодействующий фактор запрету шариата есть или нет? Он есть. Но он перевешивающий или не перевешивающий? Нет, он какой? Ослабленный наоборот. Так, перевешиваемый наоборот. Или если у него нужда до такой степени, что она равна запрету. То есть не дошла до Даруры вынужденности. Но это уже не просто нужда. Здесь мы тоже говорим, Рухса не вступает в силу. Понятно или нет? Рухса от шариата, послабление от шариата, вступает в силу только тогда, когда Муарид, вот этот вот противодействующий фактор, является каким? Является перевешивающим. Так что он перевешивает запрет, и запрет переходит на что? На послабление. Здесь необходимо обратить внимание, что понятие Раджих, Муарид, Раджих, слово Раджих, перевешивающие, не всегда означает вынужденность. И нужно это так понимать. Мы просто привели примеры, где есть вынужденность. Допустим, другой пример. Человек выехал в путь. Даже если этот путь ему не тяжел, ему все равно. Шариат делает послабление и позволяет разговиться. Или позволяет совершать намазы не в 4 раката, а только в 2. То есть, что делает, сокращая намазы. И тому подобное. Вместе с тем, что никакой вынужденности у него нет, и может быть даже тяжести и сложности нет. Но сам по себе факт выезда в путь, шариат уже установил как Муарид, Раджих, перевешивающий, противодействующий фактор запрету. Или выполнению обязательного. Это иншалаву усвоили. Или допустим, что? Упоминать о человеке в дурном свете. То, что называется гейба. Или его опорочивание разрешено или нет в шариате? Запрещено. Но иногда может быть Муарид, Раджих, противодействующий фактор, перевешивающий. Как если это человек в слабой передаче? Поэтому ученые разрешили в этом случае рассказывать о нем в дурном свете. Говорить, он слабый, его память была слабая. Или Богом Богом был выдавщиком хадисов. Или если человек новобведенец, и распространять свой призыв, необходимо разъяснить людям о его новобведении. Так, здесь уже является чем разрешенным рассказать о его дурных качествах и тому подобное. Видишь? В этих случаях, или допустим, человек хочет жениться на ком-либо, но он является дурным человеком. В этом случае ты можешь предупредить Вали, то есть опекуна этой невесты, или саму невесту, то есть если это происходит через женщину и так далее. А то, что этот человек является дурным человеком. В нем есть такие-то дурные качества. Для того, чтобы человек был на знании относительно дурных качеств того, кто сватывается, допустим, к его дочери и так далее. Ясно или нет? Видишь, здесь уже есть что? Муарив, Раджих, противодействующий фактор, перевешивающий. То есть перевешивание не обозначает всегда вынужденность. Нет, это может проявляться в других проявлениях. В зависимости от постановлений шариата. Говорит? Смотри, теперь приводит пример. Катайамум, Катайамум льмарид льмарадиги. Как тайамум больного человека из-за его болезни. Как это понять? Смотри, не сказал здесь автор книги тайамум по причине отсутствия воды. Почему? Потому что когда отсутствует вода, ты берешь тайамум не как послабление от шариата, не как позволение от шариата, а как азима. Ты обязан в этом случае взять тайамум. Потому что у тебя нет воды, ты не можешь физически взять малое омовение. Ясно или нет? Но здесь автор книги привел хороший пример. Сказал тайамум альмарид льмарадиги. Это когда больной человек берет тайамум из-за болезни, не из-за отсутствия воды. Вода есть. Он может взять малое омовение, но шариат делает ему послабление, разрешает ему это малое омовение не брать. И ограничится чем? чем ограничиться таймуном из-за его болезни. Потому что здесь вот эта болезнь, марат, является чем? Муарит, Раджих, противодействующим фактором, который перевешивает совершение этого обязательного действия как малоомовение. Здесь можете даже подмечить, что муарит можно перевести как узр. Не столько вынужденность, а сколько что это уложительная причина. Если у человека есть уложительная причина, которая является уложительной в шариате, то она становится чем причиной послабления шариатских постановлений относительно человека. Говорит, видишь, говорит, а также поедать мертвичину тому, кто вынужден к этому. Потому что вместе с тем, что есть причина запрета, но у него есть оправдательная причина. Говорит, говорит, какой дурной фактор продолжает присутствовать? Дурной фактор при таймуме это удю дульма, это наличие воды. То есть, несмотря на наличие воды, человек берет таймун. Дурной фактор есть, но он отходит от чего обязательности на послабление. Хубс-аль-махаль. Хубс-аль-махаль это что такое? Дурность предмета, дурность сущности. То есть, это имеется в виду относительно мейта. Видишь, он привел два примера. Сказал, ка таймун, ва аклюль-мейта. Потом указал, ли киям сабы бель-хазар. Несмотря на то, что дурная причина все еще продолжает оставаться. Что за дурная причина разъяснил? Ли учуд-льма, то есть, относительно таймун, это наличие воды. А относительно аклюль-мейта, поедание мертвичины, это хубс-аль-махаль. Дурность или скверность этого предмета или этой сущности. То есть, мертвичина является чем? Нечистотой. Здесь, прежде чем прочитать последнюю фразу автора книги, подпишите у себя также один важный момент. Подпишите у себя то, что рухса, позволение или послабление шариата бывает трех видов. Позволение или послабление шариата бывает трех видов. Первый вид. Ибахату таркиль ваджиб. Когда шариат позволяет тебе оставить ваджиб. Когда шариат позволяет тебе и послабляет относительно тебя постановление, так что оно заключается в разрешенности оставить ваджиб. Как мы сказали, например, в вопросе таймунма, вместо того, что вода есть, но что делаешь? Но ты берешь таймун из-за болезни. Здесь ты оставляешь ваджиб малого омовения. Или совершение намаза в пути вместо четырех ракаатов два ракаата. Здесь ты оставляешь постоянный обычный ваджиб для себя в четыре ракаата и переходишь на что? На два ракаата. Так или нет? Или разговляешь от уразы. Уразу держать вместо Рамадан ваджиб или нет? Ваджиб, но ты разговляешься. То есть, это рухса, это позволение, с какой стороны, которое позволяет тебе оставить ваджиб. Ибахату таркиль ваджиб. Теперь второй вид. Ибахату льмухаррам льддарура. Когда шариат позволяет тебе совершить запретное действие, льддарура, из-за вынужденности. Обрати внимание, здесь мы уже говорим о чем? О вынужденности. То есть, когда есть, или речь идет о запретных действиях, о том, что шариат разрешает тебе совершить запретное, здесь уже под муарит, радих, под противодействующим фактором, перевешивающим, имеется в виду именно дарура. А когда мы говорили, другие виды уважительных причин, это уже не когда ты совершаешь мухаррам, запретное действие, а при других случаях. Примеров на это мы также много привели. Поедать свинину и мерсичину, когда ты вынужден. Это второй вид рухсы. И третий вид рухсы, это тасхих бадл укуд ма ихтилал ма тасхих биги льдхаджи. Это когда шариат называет какую-то агд, какую-то сделку действительной, вместе с тем, что в ней есть определенный недостаток. Льдхаджи. Потому что у людей есть нужда к этому виду сделки. Смотри. Тасхих бадл укуд. Это называние некоторых видов сделок действительными. То есть, постановление о том, что эти сделки действительны. Ма ихтилал ма тасхих биги льдхаджи. Вместе с тем, что есть определенные недостатки в этой сделке. И эти недостатки, по идее, влияют на действительность. Но Всевышний Аллах установил, что эта сделка остается действительной льдхаджи. По какой причине опять льдхаджи? Потому что у людей есть нужда. Вот этот вот маарив, раджих, появляется. Поэтому эта сделка становится действительной в шариате. Или остается действительной в шариате. И пример этому, тот пример, который привел автор нашей книги, как последняя фраза. Давайте на нее посмотрим. Говорит. Валь-арая минсуар аль-музабана. Что такое арая и что такое музабана? Музабана это когда человек продает финики, сорванные, сухие финики. Продает за финики, которые еще на дереве. Только поспевшие финики, но они еще на дереве. Свежие. Как называется? Наполненные жидкостью. Так или нет? Наполненные соком. А у тебя финики какие свежие? Финики являются одним из чем? Одним из товаров, в котором проходит риба. В котором есть риба. Ростовчичество. И нельзя финики продавать один вид на другой, кроме как в едином объеме, в одинаковом объеме. То есть нельзя продавать два ведра плохих фиников за ведро хороших. Но должно продаваться в одинаковом объеме. Если ты хочешь купить одно ведро хороших фиников, тебе нужно сначала продать два ведра плохих фиников за деньги, а потом за эти деньги купить ведро хороших фиников. Но менять два ведра плохих на одно ведро хороших запрещено, потому что шариат те товары, в которых есть риба, приказал обменивать каким образом? В равных объемах. Говорит, а вот музабана это как раз из этой главы. Музабана это продажа сухих фиников в обмен на какие? На свежие финики. Сухие в них нет жидкости уже, мало в ней жидкости, а свежие финики в них много жидкости. Пророк Сан-Аллауна Сан запретил этот вид сделать музабана. Когда его спросили, можно ли продавать сухие финики за свежие, он сказал, свежие, когда высохнут, потеряют в весе или нет? Они сказали да. Или потеряют в объеме или нет? Сказали да. Сказал, тогда это запрещено. Потому что ты продашь, допустим, ведро сухих фиников за ведро свежих, а ведро свежих на самом деле, если оно превратится в сухие, может быть оставится только 2 трети ведра или пол ведра. Правильно ли нет? Поэтому получится, что обмен фиников на фиников не в одинаковом объеме. Это у нас придет к Итабу-Льбуе в вопросах хоростоксичества, просто забегая вперед, так как мы рассматриваем этот пример в нашей книге, приводит его автор книги. Так, это вид торговли, как называется? Музабана. Так вот, из него есть исключение, которое называется Арая. Арая это когда человек вынужденный, бедный человек, у которого денег нет, но у него есть только сухие финики. И поспел урожай свежих фиников. И он хочет кушать свежие финики, а не сухие. Он приходит к хозяину этого огорода, этих пальм, и обменивает. То есть, приходит какой-то кто, который делает харс, то есть, определяет сколько свежих фиников, допустим, свежих фиников на этой пальме, например, 5 уасков. Так, 5 определенных величин. Потом, говорит, они, если высохнут, превратятся в 3 уаска. Этот приносит 3 уаска сухих фиников, отдает кому хозяину этой пальмы, и потом потихоньку кушатся его пальмы свежие финики. Говорят, для вынужденности, для нужды кушать свежие. Если человек не может уже кушать свое старое, понятно ли, хочет обменять. В основе своей это запрещено. В основе своей это запрещено, но арая является чем? Является исключением. И для разрешенности арая есть много условий, сразу несколько условий. Для того, чтобы эта сделка не была в объеме больше 5 уасков, то есть, меньше 5 уасков должна быть, не должна быть 5 уасков или больше. Но все, что меньше 5 уасков, разрешено, чтобы эти свежие плоды поедали с человеком, этим бедным человеком, сразу. Не так, чтобы он их оставил, и они опять высохли у него. Чтобы у него не было ничего взамен этих фиников, то есть, у него нет ни денег, нет какого-то другого товара, который он мог бы обменять. Или есть деньги, но он в них нуждается, и он может обменять только сухие финики на финики и тому подобное на свежие. Тогда в этих случаях арая разрешена. Видишь, в ней есть недостаток в этой сделке или нет? В ней есть недостаток, то есть, есть опасность араструктурства, которая протекает в этой сделке и, по идее, влияет на действительность сделки. Но шариат, как бы, закрывает на это глаза в данном случае и делает эту сделку какой? Действительной. Это для чего? Мы разъяснили. Для того, чтобы понять, каких видов бывает рухса в шариате. Каких видов? Три вида. Это позволение оставить обязательное действие, позволение совершить запретное действие и позволение сделать какую-то сделку действительной, вместе с тем, что в ней есть какие-то факторы, которые делают ее недействительной. Из-за нужды. В первом случае у нас вступает в силу уважительная причина. Во втором случае при совершении мухаррама у нас необходимо наличие даруры, то есть вынужденности. А в третьем случае достаточно нужды. Это, иншалла, усвоили. И последний момент, который необходимо отметить здесь, почему понятия Азима, а также Арухса являются или входят в состав Ахкам-Одай-Е. По какой причине? К чему это возвращается? Потому что шариат смотрит, если у человека жизнь его обычная, ничего из сверхъестественного в его жизни не происходит. Шариат смотрит на это обычное его течение жизни и делает вот это обычное течение жизни причиной того, что на этом человеке все постановления шариата остаются как есть. На форме какой? Азима. Потом смотрит, у человека произошло что-то выходящее из ряда вон. Допустим, человек отправился в путь или сильно заболел, или умирая с голода вынужден кушать мерзичину. И смотрит вот эти вот факторы, которые являются неестественными в жизни человека. И эти факторы превращают в причину чего? В причину изменения обычных постановлений шариата и в переход их как бы в другую группу. В группу каких послаблений? Заболел? Может, я могу убрать. Выехал в путь? Может, сокращать намаз. Вынужден умирая с голода? Поешь мерзичину. То есть, что происходит? Меняется постановление с одного на другое. То есть, вот эти ситуации в жизни. Если жизнь человека обычная, то вот эта обычность его жизни, шариат ее рассматривает как причину для оставления всех постановлений так, как они есть. А если у него жизненная ситуация необычная, то шариат рассматривает это как причину для того, чтобы поменять эти постановления. С Азимы на что? На Рухсу. Значит, все опять возвращается к чему? К понятию Сабаб. Ясно или нет? Поэтому, раз Сабаб является одним из основных понятий из Ахкам Аль-Вад'ия, то и понятие Азима и Рухса, так как они вернулись к Сабабу, рассматривается тоже среди Ахкам Аль-Вад'ия. Это, иншаллах, все понятно. Поэтому на этом, соизволение Всевышнего Аллаха и по его милости, нам завершили, рассмотрят такой главы, первой главы книги, которая касалась Аль-Ахкам, то есть постановления шариата, таклифия и Вад'ия. Таклифия в пяти видах, Вад'ия в четырех видах. И давайте здесь просто как отметим для себя полезный момент, я его забыл упомянуть. То, что иногда, иногда одно и то же действие может быть с одной стороны Рухса, а может быть с одной стороны Азима. То есть, допустим, например, поедание мертвичины. Поедание мертвичины, если человек вынужден к этому, это является чем? Рухса. Это послабление от шариата, и шариат разрешает ему из нее поесть. Но с другой стороны, это является Азимой. Как это понять? Шариат не просто разрешает ему это поесть, но обязывает его поесть эту мертвичину. Потому что если он ее не поест, он умрет с голода, а человек не имеет права бросать себя своими руками в опасность. Вот это понятно или нет? То же самое смотри Тайамму. Тайамму, если вода есть, но человек не может взять малое омовение из-за своей болезни, из-за своей острой болезни. Здесь шариат с одной стороны разрешает ему взять Тайамму, с другой стороны обязывает его взять Тайамму. Может ли человек без Тайамму совершить намаз? Не может. Обязывает его шариат взять этот Тайамму. Понятно или нет? Поэтому некоторые из явлений, некоторые из действий могут быть с одной стороны Азимой, а с другой стороны чем? С другой стороны Рухсой. Это, иншалла, усвоили. Субхана к Аллаху, а бихамдик. А как Азима? Ты обязан в этом случае взять Тайамму, потому что у тебя нет воды, ты не можешь. Ты можешь физически взять малое омовение. Ясно или нет? Но здесь автор книги привел хороший пример. Сказал Тайамму аль-марид ли марадыги. Когда больной человек берет Тайамму из-за болезни, не из-за отсутствия воды, вода есть, он может взять малое омовение, но шариат делает ему послабление, разрешает ему это малое омовение не брать. И ограничится чем? Ограничится Тайамму из-за его болезни. Потому что здесь вот эта болезнь, марад, является чем? Муарид-раджих, противодействующим фактором, который перевешивает совершение этого обязательного действия как малое омовение. Здесь можете даже подмечить, что муарид можно перевести как узр. Не столько вынужденность, а сколько что? Это уважительная причина. Если у человека есть уважительная причина, которая является уважительной в шариате, то она становится чем? Причиной послабления шариатских постановлений относительно человека. Говорит, видишь, Говорит, а также поедать мертвичину тому, кто вынужден к этому. Потому что, вместе с тем, что есть причина запрета, но у него есть оправдательная причина. Говорит, Говорит, какой дурной фактор продолжает присутствовать? Дурной фактор при таймуме это уджю дульма. Это наличие воды. То есть, несмотря на наличие воды, человек берет таймум. Дурной фактор есть, но он отходит от чего? Обязательности на послабление. Вахубсульмахал. Хубсальмахал это что такое? Дурность предмета, дурность сущности. То есть, это имеется в виду относительно мейта. Видишь, он привел два примера. Сказал, «Катаймум уаклюльмейта». Потом указал, «Ли киям сабы бельхазар». Несмотря на то, что дурная причина все еще продолжает оставаться. Что за дурная причина? Разъяснил. Ли уджю дульма. То есть, относительно таймума это наличие воды. А относительно аклюльмейта, поедание мертвичины это хубсульмахал. Дурность или скверность этого предмета или этой сущности. То есть, мертвичина является чем? Нечистотой. Здесь, прежде чем прочитать последнюю фразу автора книги, подпишите у себя также один важный момент. Подпишите у себя то, что рухса, позволение или послабление шариата, бывает трех видов. Позволение или послабление шариата, бывает трех видов. Первый вид, «Ибахату таркель ваджиб». Когда шариат позволяет тебе оставить ваджиб. Когда шариат позволяет тебе и послабляет относительно тебя постановление, так что оно заключается в разрешенности оставить ваджиб. Как мы сказали, например, в вопросе таймума, вместо тем, что вода есть, но что делаешь? Но ты берешь таймум из-за болезни. Здесь ты оставляешь ваджиб малого омовения. Или совершение намаза в пути вместо четырех ракаатов два ракаата. Здесь ты оставляешь постоянный обычный ваджиб для себя в четыре ракаата и переходишь на что? На два ракаата. Так или нет? Или разговляешь от урозы. Урозу держать вместо Рамадан ваджиб или нет? Ваджиб, но ты разговляешься. То есть, это рухса, это позволение, с какой стороны, которое позволяет тебе оставить ваджиб. Ибахату таркиль ваджиб. Теперь второй вид. Ибахатуль мухаррам лид дарура. Когда шариат позволяет тебе совершить запретное действие лид дарура из-за вынужденности. Обрати внимание, здесь мы уже говорим о чем? О вынужденности. То есть, когда есть или речь идет о запретных действиях, о том, что шариат разрешает тебе совершить запретное, здесь уже под муарит радих, под противодействующим фактором, перевешивающим, имеется в виду именно дарура. А когда мы говорили, другие виды уважительных причин, это уже не когда ты совершаешь мухаррам, запретное действие, а при других случаях. Примеров на это мы также много привели. Поедать свинину и мир свечину, когда ты вынужден. Это второй вид рухсы. И третий вид рухсы это Это когда шариат называет какую-то сделку действительной, вместе с тем, что в ней есть определенный недостаток. Лил хаджи. Потому что у людей есть нужда к этому виду сделки. Смотри. Тасхих бааб аль укууд. Это называние некоторых видов сделок действительными. То есть, постановление о том, что эти сделки действительны. Ма ихтилаль. Ма тасхих бихи. Лил хаджи. Вместе с тем, что есть определенные недостатки в этой сделке. Эти недостатки, по идее, влияют на действительность. Но Всевышний Аллах установил, что эта сделка остается действительной. Лил хаджи. По какой причине опять? Лил хаджи. Потому что у людей есть нужда. Вот этот вот муарив, раджих появляется. Поэтому эта сделка становится действительной в шариате. Или остается действительной в шариате. И пример этому, тот пример, который привел автор нашей книги, как последняя фраза. Давайте на нее посмотрим. Говорит. Валь арая минсуар аль музабана. Что такое арая и что такое музабана? Музабана это когда человек продает финики, сорванные, сухие финики. Финики продает за финики, которые еще на дереве. Только поспевшие финики, но они еще на дереве. Свежие. Как называется? Наполненные жидкостью. Так или нет? Наполненные соком. А у тебя финики какие свежие? Финики являются одним из чем? Одним из товаров, в котором проходит риба. В котором есть риба. Ростовчичество. И нельзя финики продавать один вид на другой, кроме как в едином объеме. В одинаковом объеме. То есть нельзя продавать два ведра. Плохих фиников за ведро хороших. Но должно продаваться в одинаковом объеме. Если ты хочешь купить одно ведро хороших фиников, тебе нужно сначала продать два ведра плохих фиников за деньги, а потом за эти деньги купить ведро хороших фиников. Но менять два ведра плохих на одно ведро хороших запрещено. Потому что шариат те товары, в которых есть риба, приказал обменивать каким образом? В равных объемах. Говорит. А вот музабана это как раз из этой главы. Музабана это продажа сухих фиников в обмен на какие? На свежие финики. Сухие в них нет жидкости уже. Мало в ней жидкости. А свежие финики в них много жидкости. Пророк Сан-Аллауна Сэм запретил этот вид сделать. Музабана. Когда его спросили, можно ли продавать сухие финики за свежие, он сказал, свежие, когда высохнут, потеряют в весе или нет? Они сказали да. Или потеряют в объеме или нет? Сказали да. Сказал, тогда это запрещено. Потому что ты продашь, допустим, сколько? Допустим, ведро сухих фиников за ведро свежих. А ведро свежих, на самом деле, если оно превратится в сухие, может быть, оставится только две трети ведра или пол ведра. Правильно или нет? Поэтому получится, что обмен фиников на фиников не в одинаковом объеме. Это у нас придет к Итабу-Льбуе в вопросах хоростоксичества. Просто забегая вперед, так как мы рассматриваем этот пример в нашей книге. Приводит его автор книги. Так, это вид торговли, как называется? Музабена. Так вот, из него есть исключение, которое называется арая. Арая это когда человек вынужденный, бедный человек, у которого денег нет, но у него есть только сухие финики. И поспел урожай свежих фиников. И он хочет кушать свежие финики, а не сухие. Он приходит к хозяину этого огорода, этих пальм, и обменивает. То есть приходит какой-то кто, который делает харс, то есть определяет, сколько свежих фиников, допустим, свежих фиников на этой пальме, например, 5 уасков, так, 5 определенных величин. Потом, говорит, они, если высохнут, превратятся в 3 уаска. Этот приносит 3 уаска сухих фиников, отдает кому, хозяину, этой пальмы, и потом потихоньку кушат с его пальмы свежие финики. Говорят, для вынужденности, для нужды кушать свежие. Если человек не может уже кушать свое старое, понятно ли, он хочет обменять. В основе своей это запрещено, но арая является чем? Является исключением. И для разрешенности арая есть много условий, сразу несколько условий. Для того, чтобы эта сделка не была в объеме больше 5 уасков, то есть меньше 5 уасков должна быть, не должна быть 5 уасков или больше, но все, что меньше 5 уасков разрешено, чтобы эти свежие плоды поедали с человеком, этим бедным человеком сразу, не так, чтобы он их оставил, и они опять высохли у него, чтобы у него не было ничего взамен этих фиников, то есть у него нету ни денег, нету какого-то другого товара, который он мог бы обменять. Или есть деньги, но он в них нуждается, и он может обменять только сухие финики на финики и тому подобное на свежие. Тогда в этих случаях арая разрешена. Видишь, в ней есть недостаток в этой сделке или нет? В ней есть недостаток, то есть есть опасность ростовсичества, которая протекает в этой сделке и, по идее, влияет на действительные сделки. Но шариат закрывает на это глаза в данном случае и делает эту сделку какой? Действительной. Это для чего? Мы разъяснили. Для того, чтобы понять, каких видов бывает ростов в шариате. Каких видов? Три вида. Позволение оставить обязательное действие, позволение совершить запретное действие, и позволение сделать какую-то сделку, какую-то сделку действительной, вместе с тем, что в ней есть какие-то факторы, которые делают ее недействительной. Из-за нужды. В первом случае у нас вступает в силу уважительная причина. Во втором случае, при совершении мухарраба у нас необходимо наличие даруры, то есть вынужденности, а в третьем случае достаточно нужды. Это, иншаллах, усвоили. И последний момент, который необходимо отметить здесь, почему понятия азима, а также арухса являются или входят в состав ахкам-удайя. По какой причине? К чему это возвращается? Потому что шариат смотрит, если у человека жизнь его обычная, ничего из сверхъестественного в его жизни не происходит. Шариат смотрит на это обычное его течение жизни и делает вот это обычное течение жизни причиной того, что на этом человеке все постановления шариата остаются как есть. На форме какой? Азима. Потом смотрит, у человека произошло что-то, выходящее из ряда вон. Допустим, человек отправился в путь, или сильно заболел, или, умирая с голода, вынужден кушать мерзичину. И смотрит вот эти вот факторы, которые являются неестественными в жизни человека, и эти факторы превращают в причину чего? В причину изменения обычных постановлений шариата и в переход их как бы в другую группу. В группу каких послаблений? Заболел? Может, я буду умрать. Выехал в путь? Можешь сокращать намаз. Вынужден умирая с голода? Поешь мерзичину. То есть, что происходит? Меняется постановление с одного на другое. То есть, вот эти ситуации в жизни, если жизнь человека обычная, то вот эта обычность его жизни, шариат ее рассматривает как причину для оставления всех постановлений так, как они есть. А если у него жизненная ситуация необычная, то шариат рассматривает это как причину для того, чтобы поменять эти постановления. С Азимы на что? На Рухсу. Значит, все опять возвращается к чему? К понятию Сабаб. Ясно или нет? Поэтому, раз Сабаб является одним из основных понятий из Ахкам Аль-Вад'ия, то и понятие Азима и Рухса, так как они вернулись к Сабабу, рассматривается тоже среди Ахкам Аль-Вад'ия. Это, иншаллах, все понятно. Поэтому на этом, соизволение Всевышнего Аллаха и по его милости нам завершили рассмотреть какой главы? Первой главы книги, которая касалась Аль-Ахкам, то есть постановления шариата. Это Токлифия и Вад'ия. Токлифия в пяти видах, Вад'ия в четырех видах. И давайте здесь просто как отметим для себя полезный момент, я его забыл упомянуть. То, что иногда, иногда одно и то же действие может быть с одной стороны Рухса, а может быть с одной стороны Азима. То есть, допустим, например, поедание мертвичины. Поедание мертвичины, если человек вынужден к этому, это является чем? Рухса. Послабление от шариата, и шариат разрешает ему из нее поесть. Но с другой стороны, это является Азимой. Как это понять? Шариат не просто разрешает ему это поесть, но обязывает его поесть эту мертвичину. Потому что если он ее не поест, он умрет с волды, а человек не имеет права бросать себя своими руками в опасность. Вот это понятно или нет? То же самое смотри Тайамум. Тайамум, если вода есть, но человек не может взять малое омовение из-за своей болезни, из-за своей острой болезни. Здесь шариат с одной стороны разрешает ему взять Тайамум, с другой стороны обязывает его взять Тайамум. Может ли человек без Тайамума совершить намаз? Не может. Обязывает его шариат взять этот Тайамум. Понятно или нет? Поэтому некоторые из явлений, некоторые из действий могут быть с одной стороны Азимой, а с другой стороны чем? С другой стороны Рухсой. Это, иншалла, усвоили. Обычных постановлений шариата и в переход их как бы в другую группу. В группу каких послаблений? Заболел? Может я умрать. Выехал в путь? Может сокращать намаз. Вынужден умираешь голода? Поешь мертвечину. То есть что происходит? Меняется постановление с одного на другое. То есть вот эти ситуации в жизни, если жизнь человека обычная, то вот эта обычность его жизни, шариат ее рассматривает как причину для оставления всех постановлений так, как они есть. А если у него жизненная ситуация необычная, то шариат рассматривает это как причину для того, чтобы поменять эти постановления с Азимы на что на Рухсу. Значит все опять возвращается к чему? К понятию Сабаб. Ясно или нет? Поэтому раз Сабаб является одним из основных понятий из Ахкам Аль-Вад-Ия, то и понятие Азима и Рухса, так как они вернулись к Сабабу, рассматривается тоже среди Ахкам Аль-Вад-Ия. Это, иншаллах, все понятно. Поэтому на этом созволение Всевышнего Аллаха Сану Атали и по его милости нам завершили рассмотры какой главы? Первой главы книги, которая касалась Аль-Ахкам, то есть постановления шариата. Таклифия и Вад-Ия. Таклифия в пяти видах, Вад-Ия в четырех видах. И давайте здесь просто как отметим для себя полезный момент, я его забыл упомянуть. То, что иногда одно и то же действие может быть с одной стороны Рухса, а может быть с одной стороны Азима. То есть, допустим, например, поедание Мерцвичины. Поедание Мерцвичины, если человек вынужден к этому, это является чем? Рухса. Послабление от шариата, и шариат разрешает ему из нее поесть. Но с другой стороны, это является Азимой. Как это понять? Шариат не просто разрешает ему это поесть, но обязывает его поесть эту Мерцвичину. Потому что если он ее не поест, он умрет с Волга, а человек не имеет права бросать себя своими руками в опасность. Вот это понятно или нет? То же самое с Мари-Тайам-Мум. Тайам-Мум, если вода есть, но человек не может взять малое омовение из-за своей болезни, из-за своей острой болезни. Здесь шариат с одной стороны разрешает ему взять Тайам-Мум, с другой стороны обязывает его взять Тайам-Мум. Может ли человек без Тайам-Мума совершить намаз? Не может. Обязывает его шариат взять этот Тайам-Мум. Понятно или нет? Поэтому некоторые из явлений, некоторые из действий могут быть с одной стороны Азимой, а с другой стороны чем? С другой стороны Рухсой. Это иншалла усвоили. Субханакаллаху муабихамдик. Шадуаллаху илляху илляху, астахфаруаллаху илляху. Взять малое омовение из-за своей болезни, из-за своей острой болезни. Здесь шариат с одной стороны разрешает ему взять Тайам-Мум, с другой стороны обязывает его взять Тайам-Мум. Может ли человек без Тайам-Мума совершить намаз? Не может. Обязывает его шариат взять эту Тайам-Мум. Понятно или нет? Поэтому некоторые из явлений, некоторые из действий могут быть с одной стороны Азимой, а с другой стороны чем? С другой стороны Рухса. Это иншалла усвоили. Субханакаллаху муабихамдик. Шадуаллаху илляху илляху астахфаруаллаху. Ватубили. Это иншалла усвоили. Субханакаллаху илляху астахфаруаллаху. Ватубили.